Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, эта программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Мы продолжаем беседовать с доктором богословия Юрием Николаевичем Друми. Юрий Николаевич, рады приветствовать вас. Здравствуйте! Юрий Николаевич, в Священном Писании есть такой текст. Бог говорит «Будьте святы, ибо свят я». Что означают эти слова? И вообще можно ли сравнить святость Божью со святостью человеческой? Это большой и трудный вопрос, который вы ставите, Юлия. Действительно, среди многих заповедей, которые мы встречаем на странице Священного Писания, неоднократно, мы находим и такую заповедь, очень лаконичную, емкую и высокую, я бы сказал, когда Господь, обращаясь к народу своему, говорит «Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш». Давайте посмотрим на то, где встречается эта заповедь, в какой книге. Чаще всего эта заповедь встречается в книге «Левит». Это пятикнижие Моисея, третья книга, и здесь в нескольких главах, потому что эта заповедь неоднократно встречается в этой книге, но я бы хотел обратить внимание на девятнадцатую главу, и мы будем, прежде всего, от этой главы отталкиваться в поиске ответа на поставленный вопрос, что же такое святость Божия, и как это человеку возыметь святость, которая присуща только Богу. И вот в девятнадцатой главе, во втором стихе книги «Левит» мы читаем такие слова «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Если посмотреть на замысел Божий, который открывается нам первыми книгами Священного Писания, особенно с того момента, когда Господь вывел свой народ из египетского рабства, то мы увидим здесь большой-большой грандиозный проект, который задумал Господь, и этот проект был связан с тем, чтобы привить народу своему святость. То есть, когда Господь избавил свой народ от египетского рабства, это был, вывел из Египта, то есть физически, да, вывел их из Египта, чтобы ввести их в Ханаан. Вопрос был не в географии, чтобы поменять место жительства. Вопрос был не в том, чтобы поменять им диету, потому что их не устраивала диета в Египте. Это все на поверхности. Но вот глубже, если посмотреть, задача, которую ставил Господь перед собой, заключалась в том, чтобы привить народу святость и через этот народ внедрить самые высокие и совершенные ценности в сознание, в ткань культурную, социальную ткань всего человечества. И вот, чтобы расшифровать сейчас сказано, я хотел бы, чтобы мы посмотрели еще на несколько стихов в книге «Львит». В частности, давайте посмотрим на 18 главу этой книги и здесь прочтем третий стих, третий и четвертый. Значит, Господь говорит, «По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте. И по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я, Господь, Бог ваш». То есть, другими словами, Бог говорит, «Я освободил вас для нового начала, для того, чтобы вы стали народом, носителем святости. И поэтому я говорю вам, то, к чему вы привыкли в Египте, оставьте это. И то, что вы увидите в ханаане, куда вы направляетесь, тоже этому не подражайтесь». То есть, получается, не первое, не второе, а что-то другое. Что должно было стать мировоззренческой основой для формирующейся новой нации. Если присмотреться к тому, что было в Египте и что было в Ханане, мы увидим достаточно неблаговидную картину. Что же это было? Два самых страшных врага святости – это изобилие, ну, грубо говоря, когда люди начинают с жиру беситься. И второй враг, не менее страшный, чем первый – это скудость. Когда из-за скудости, крайней скудости в пище, в элементарных человеческих отношениях, в элементарных бытовых условиях люди опускаются и начинают творить неподобающее. Потому что инстинкты к жизни заставляют переступать через многочисленные нравственные нормы ради достижения каких-то целей, чтобы просто выжить. И вот эти две опасности – изобилие и скудость – в равной степени израильтяне познакомились с ними, я бы сказал, когда они находились в плену. Ну, например, если говорить об изобилии, то они видели это изобилие в Египте. То есть, они видели, как живут египтяне. Они видели, что роскошь, потому что они были одной из самых могущественных наций Древнего мира, роскошь приводила их к растлению. Те нравы, которые становились обыденными и привычными, на самом деле были дикими, бесчеловечными. Крайние формы проявления жестокости, эксплуатации, насилия над слабым, над несчастным. И когда мы будем читать дальше 19-ю главу книги «Левит», я это продемонстрирую. Другое, с чем столкнулись израильтяне, если говорить о скудости, это то, что испытали они на собственной шкуре. Они были рабами. Их не только унижали, их эксплуатировали нещадно. Их держали на очень скудном пайке. Но требовали из них, от них, очень многого. Они должны были строить, они должны были совершать непосильный для человека труд под палками надсмотрщиков. То есть, я бы сказал так, что есть грехи Содома, да, это изобилие, праздность, растление. Есть грехи зоны. Израильтяне видели и одно, и другое. А как же языческая религия? Не представляла ли она, прежде всего, опасность для еврейского народа, богом избранного народа, избранного истинным богом? Любая религия должна сдерживать инстинкты. Любая религия должна что-то делать для того, чтобы не дать человеку перестать быть человеком. Но язычество-то как раз наоборот эти инстинкты возращивало. Не во всех случаях. Но в данном случае, действительно, мы наблюдаем такую картину, когда языческая религия не препятствовала, а содействовала растлению нации. Вот почему Бог решает вырвать избранный свой народ, вырвать из этого окружения, из этих тисков растления, чтобы они могли начать новую жизнь и положить начало вообще новым ценностям, новым представлениям о том, что такое хорошо, что такое плохо. Но в таком случае эти слова адресованы только к израильтянам. В первую очередь, да. Только к еврейскому народу. И можно сказать, что нас это не касается. И, видимо, еврейский народ обладал каким-то неслыханным духовным потенциалом, который в него заложил сам Бог. И именно поэтому они могли быть святыми. А другие нет. Да, я думаю, что по мере нашей беседы вы услышите ответ на свой вопрос. Это большой, серьезный вопрос. Если коротко, то избирая один народ, Бог делал это для того, чтобы благословить все народы. Господь не избрал один народ, чтобы сделать их, чтобы потом отправить их на другую планету. Он избрал этот народ, отделил его, выделил его из числа всех остальных народов, для того, чтобы в конечном счете они могли вернуться ко всем этим народам и благословить все эти народы, что мы и находим во второй части Библии в Новом Завете. Я думаю, что мы к этому еще подойдем. Но в данном случае, действительно, в первую очередь Господь обращает свои слова к еврейскому народу и говорит им, будьте святы, ибо свят я. Не поступайте по делам земли египетской, где вы были, и не поступайте по делам земли хананской, где вы будете. Не так, не так, а поступайте так, как я говорю вам. Мои заповеди, мои уставы соблюдайте. И здесь, читая 19 главу, мы встречаем множество различных заповедей. Например, не обижай ближнего твоего, не обирайте друг друга, пусть весы у вас будут точными. Не притесняйте один другого. Если вы берете взаимы, вы должны возвращать. Если вы нанимаете человека на работу, вы должны до захода солнца расплатиться с ним. Вы не должны отнимать у человека последнее. И дальше длинный перечень заповедей. Не только в 19 главе, а вообще в книге Левит мы встречаем множество различных заповедей, которые так или иначе связаны с повседневной жизнью. Это и вопросы, касающиеся, например, похорон. Как хоронить, когда хоронить, как обращаться с телом покойного человека, или как обращаться с умершим животным. Вопросы, касающиеся организации труда, сбора урожая, или же личной гигиены. Как следить за своим жилищем, что кушать, чего не кушать. Далее, на ком жениться, на ком не жениться. Выходить замуж, не выходить замуж. То есть все вопросы, длинный перечень вопросов, которые касаются повседневной жизни нации, очень тщательно регламентируются. Зачем? Для того, чтобы продемонстрировать, что святость – это не святость, если она не повседневна. Святость – это не какое-то прозрение и озарение. Святость – это не какая-то конечная ступенька в духовном поиске и развитии человека. Святость должна пронизывать быт человека. Но с другой стороны, непонятно, какое отношение может иметь к моему духовному росту, развитию, вообще к моему духовному состоянию вопрос моей личной гигиены. Или вопрос моего питания, или обустройства жилища. Вы же сказали, что все это было регламентировано. Да, действительно, это было все регламентировано, потому что это все как раз таки и имеет отношение к святости. Святость – это не идея, не какое-то мгновенное состояние освященности человека, когда вдруг в какие-то считанные мгновения времени он становится вдруг святым. Нет, святость по мысли, по замыслу Божьему святость – это стиль жизни, это образ жизни, это повседневная жизнь человека. Святость должна пронизывать быт человека, взаимоотношения человека со всеми, со всеми и с самим собой, с природой, с ближними, дальними, с иноплеменниками, с отечественниками, с кем угодно. То есть в этом всем проявляется либо святость человека, либо его порочность. Понимаете? И такая вещь, как святость за, например, монастырскими стенами, святость в келье, святость в уединенном месте, в пустыне, в то время была неизвестна. То есть ее не было, и Бог об этом не говорит. Конечно, в отдельных случаях он призывал людей, они уединялись, они молились, они проводили время в пустыне. Иисус это делал, ученики, апостолы это делали, это все правильно. Но призыв быть святыми обращен к нации, обращен ко всем, обращен к обществу, к князам, верхам, среднему классу, кому угодно. Ко всем обращен этот призыв. И когда мы хотим расшифровать, а что стоит за этим, мы не должны предлагать какую-то богословскую, философскую, метафизическую, какую-то сакральную и, я бы сказал, идею христианской, библейской экзальтации. Нет, святость в повседневности. Вот об этом говорит Господь, когда призывают, будьте святы, как свят. Но все-таки, может быть, не все понимают, что же на самом деле такое святость. Ну поэтому мы и говорим с вами об этом, чтобы помочь разобраться. Святость – это безгрешность, святость – это какое-то стремление к совершенству, это перфекционизм. Если Бог расписывает четко, вот что нужно делать в личной жизни, что нужно делать в быту, от каких видов пищи нужно воздерживаться и так далее. То есть Бог регламентирует, ну, каждую минуту нашей жизни. И, в общем-то, ну, вот все, все сферы жизни регламентирует Бог. И поэтому складывается впечатление, что нужно во всем просто быть совершенным. Вот как бывает, что зубная паста, тюбик открыт, или щетка немножечко не на месте лежит, зубная. Вот это уже отступление от святости. Вот в моем понимании, когда вы говорите про четкую регламентацию жизни израильтян, это действительно так. Я бы сказал немножко по-другому. Не то, что Господь предписывает нам, каким должен быть каждый шаг нашей жизни, но Он просто показывает, что нет сферы, которая должна быть свободна от святости. Вот что Он хочет сказать. Нет сферы, которая должна быть свободна от святости. И чтобы человек ни делал, он должен задумываться, свято ли это, правильно ли это. В этом смысл, я считаю. Вот почему действительно говорится об очень многом, о бытовых вещах, о гигиене, о пище, о жилище и прочее. Но здесь же и мы встречаем такие слова. Люби ближнего и люби пришельца, как самого себя. Вот это было прорывом, настоящим прорывом в том нравственном ландшафте древности, который мы встречаем, когда изучаем историю любого из древних народов. Ни у одного народа мы не найдем столь ясно сформулированной заповеди. Люби ближнего своего и чужестранца, как самого себя. Вот это выдало потолком святости в то время. Но здесь в книге Львит мы именно такие слова и встречаем. Это перекликается, в свою очередь, с другими словами, когда Господь здесь говорит «Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш», а Иисус в нагорной проповеди говорит «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». И он повышает эту планку еще выше, потому что совершенство, о котором говорит Иисус, означает любовь не только к ближним и не только к чужестранцам, но любовь к врагам. Вот это самый высокий потолок святости – возлюбить врага. Теперь посмотрим на то, что произошло с вот этим замыслом Божьим, как осуществился этот проект или не осуществился. У Бога были большие планы в отношении избранного народа, но, к сожалению, мы можем констатировать, что этот проект провалился. Если вы откройте книгу пророка Иезекииля, пятую главу, и вот в стихах с пятого по восьмой пятой главы книги пророка Иезекииля, мы читаем о том, что вот этот путь к святости, который продолжился буквально несколько столетий и даже больше тысячелетия, в конечном счете привел к тому, что, и вот здесь я читаю, шестой стих, что народ Божий поступил против постановлений моих, нечестивее язычников и против уставов моих хуже, нежели землю вокруг него. Что получается? Бог избрал свой народ, чтобы он стал примером святости. И через тысячу лет итогом стало то, что они поступали хуже, чем те народы, которые окружали их и от которых Господь, из которых, можно сказать, Господь вывел их. Что же это такое? Посмотрите, Юрий Николаевич, многие проекты Бога, так скажем, проваливаются. Люцифер пал, он был совершенным существом, но последовало его падение. Адам и Ева были сотворены совершенными. Они выбрали жизнь без Бога. Далее израильский народ. И этот план провалился. Израильтяне тоже стали отступать от Божьих заповедей, от Божьих слов и повелений. Так, может быть, все эти мечты, можно так сказать, Божьи мечты о святости, они неосуществимы? Ну, ведь не закончили еще нашу беседу. Это означает, что последнее слово не сказано. И это не последняя книга Библии, книга про Киезекииля. Я просто хочу показать, что призыв к святости, это настолько серьезно, и мы не имеем права недооценивать силу греха и противника человеческой святости. И здесь я хотел бы говорить в первую очередь о силе инстинктов человека. Если мы будем читать внимательно книгу Левит, книгу Исход и другие книги, мы увидим. Ну, например, Господь такие заповеди дает там, например, что человек не имеет права сожительствовать с женой отца своего. Да, есть несколько жен, сын от одной жены, и он начинает сожительствовать с другой женой отца своего. То есть, или там брат с сестрой, или человек и животное, там самые невероятные вещи. И Господь говорит, нельзя этого делать, неправильно это делать, то есть остановитесь. Это означает, что они это делали, это означает, что они это видели, это значит, что это было распространено. И вот Господь вторгается в эту растленную повседневность и хочет положить конец ей, и говорит, нет, 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 будьте святы, остановитесь, не делайте этого. Поэтому и так много заповедей, которые имеют в себе эту запретительную частицу «не». Потому что люди говорили «да» всему этому, а Господь говорит «нет», неправильно. И Господь в данном случае обращается не столько к разуму человека, не столько к сердцу, не будем говорить высоким поэтическим языком, а Господь обращается к воле человека. Потому что высшая инстанция, которая принимает решение в конечном счете, это даже не разум, не совесть, а воля человека. Разумом человек может рационализировать грех и оправдать грех. Разум, когда вы стоите на перекрестке и красный свет светофора, и вы смотрите во все зеркала, во все окна автомобиля по сторонам, это 4 часа утра, вы не видите ни одного автомобиля, даже на расстоянии километр-два километра от вашего автомобиля, ни одного автомобиля. И все-таки красный сигнал светофора говорит вам «нет». И разум вам скажет «да», а почему бы «нет». Разум говорит «ну нет же автомобиля, чего стоять». Разум вам это говорит «ну воля, которая слышит это запрещение, нет, удерживает вас от того, чтобы тронуться с места». Поэтому вы стоите, вы повинуетесь сигналу светофора. Вот закон Божий тоже апеллирует прежде всего к воле человека. Разумом человек начинает оправдывать свой грех. Когда начинает размышлять, можно оправдать прелюбодеяние, кражу, убийство, все что угодно. Послушайте, что люди делают, когда они на суде начинают рассказывать, почему они это делают. И они говорят, они находят оправдание. Да, это из ревности, это из ненависти, это из зависти, это еще и там из каких-то побуждений. Человек рационализирует грех. Из-за того, что он делает это слишком часто и привычно, мы сталкиваемся с тем, с чем мы сталкиваемся. То есть так много беззакония. А Бог обращается к воле человека, который и говорит, что независимо от того, что тебе скажет разум, что чувствует твоя совесть, что тебе подсказывает твое сердце, закон говорит, нельзя, не бери чужого, не воруй, не прикасайся, не поклоняйся другим богам, не проявляй насилие, не убивай, не отнимай жизни. Так вот, эти заповеди были даны целой нации, чтобы остановить поток растления, в котором нация находилась. Конечно же, это все А, а теперь нужно сказать Б, как люди слышали и что они избирали. Поколение, которому Бог обращается в данном случае, вымерло все в пустыне. То есть они не сумели все-таки вырваться из лужи беззакония и растления, в которой плавали. И поэтому они были не в состоянии, они были не готовы, чтобы войти в обетованную землю. И они все умерли. Умерли. Получается, что для решения проблемы греха есть два пути. Смерть и грех умирает вместе с человеком, вместе с грешником, либо все-таки возрождение. И когда я прочитал эти стихи из книги пророка Езекииля, я просто хотел продемонстрировать, что это очень трудная задача. И в целом, действительно, народ с ней не справился. Но в этом же народе всегда был, есть и всегда будет остаток. Всегда будут люди, приверженные святости Божьей, чего бы им это не стоило. Люди с сильной волей. Да, с сильной волей, но я бы сказал, люди, которые услышали и приняли заповеди Божьи в сердце своем. То есть, да, не потому что у них сильная воля, а потому что они всерьез отнеслись ко всем повелениям, заповедям Божьим. И приняли для себя фундаментальное решение, что бы ни произошло, я буду придерживаться вот этих высоких образцов праведной святой жизни. И вот из этого остатка, как и из семени, пробивается новое растение, пробивается побег. И этот побег – это христианская религия. В Ветхом Завете, когда Бог дает свой закон и многочисленные повеления, касающиеся повседневной жизни человека, в некотором смысле Он предлагает средства для обуздания инстинкта. Он надевает на этот инстинкт намордник. Но человек с намордником не фотогеничен, можно сказать. То есть, он должен иметь образ и подобие Божие в себе. Он несет этот образ. Поэтому из семени одной религии прорастает побег новой религии. Формируется христианская религия. Что это означает? Это означает, что Бог вселяется в человека и освобождает его изнутри. Вот это главное, ради чего пришел Иисус Христос. Бог стал человеком, чтобы обуздать человеческие инстинкты, чтобы победить их, чтобы освободить человека от его же инстинктов и помочь ему жить богоподобной жизнью. Жизнью святости и совершенства в Боге. Юрий Николаевич, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю вас за эту беседу. Спасибо. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok «Открытая книга»